Ребята, всем огромное здравствуйте! Шалом, православные! С вами бездушно-душевный пивно-диванный критик Денис! Не готовился, честно. Вот прям пришло только, что это муза. Все дочетинисты, Алексей. И теория большого пива, пожалуй... Да, пожалуй, просто теория большого пива. Ребята, давайте немножко предыстории. Прям работает, да? Да, да я, блин, боюсь уже за эти штуки. Я хочу вам кое-что рассказать, потому что сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня мы углубимся в дорогой крафт. Дорогой он у нас, в Европе, может быть, не очень. Зачем это сделано? Скорее всего, у этого ролика будет мало просмотров, но мы, наверное, все-таки пропагандируем тему какую. Мы завлекаем людей Балтикой в сиськах, да, грубо говоря. А потом пытаемся рассказать вам о чем-то вкусном. И вот о чем-то вкусном, о том, о чем мы сегодня будем рассказывать, мы уже вам рассказывали. Не дали о чем неделю назад. Да, мы собрались второй раз, но проблема в том, что не записалась половина звука. Мы нашли почти то же самое, изменили. Мы не будем сполерить ничего, но в конце расскажем, какие мы брали еще пивасы от Демолина, и там уже расскажем. Даже сполерить просто, в принципе, не надо. Тяжелые будни, да? Опять этот Демолин забрать? Опять Демолин, уже хочется Балтики попить. Дениска, Демолин, Нидерланды. Расскажи, пожалуйста... Голландия. Да, ты, наверное, читал об этой пивоварне. В смысле, наверное. Я точно знаю, что ты читал, потому что это второй раз. Расскажи мне. Я не читал. Письменных источников в интернете крайне мало, правда, Демолин. Очень мало. И реально... Ну, во-первых, пивоварня молодая. Официально 2004 год основания. Но я сейчас поясню немного за эту дату. Скорее всего, это вообще дата пришла на ум Оливье. Как его... Оливер. Оливер. Не, Оливье, по-моему, он. Оливье, это у тебя... Мелье Оливье. Оливье, это у тебя в миске лежит. А этот, по-моему... Короче, чувак в Голландии начал заниматься дома пивом. Менно Оливер. Почему-то Оливье я помню. Но не суть, ладно. Менно Оливер. Я буду называть его Оливье. Да, хорошо. А я буду селедки под шубой его называть тогда. Так вот. Скорее всего, это он решил, что он с 2004 год делает пиво. Но вообще, официально пивоварня начала работать. Судя по всему, в 2009. Но с 2004 они, по сути, выкупили эту самую. Я хрен знает, что он там в 2004 год делал. Но я, чтобы найти информацию про эту пивоварню, полез в такое труднодоступное место. Порнохаб. И что там? Накопал какую информацию? Такое труднодоступное место, как голландский YouTube. Это такая клака. То есть, это, ворап YouTube, YouTube. Нет, там это ужасно. У них нету звук, у них нету картинки. Примечную качество? Да, там это ужасно все просто. Короче, нашел пару интервью, 2014 года датировалось. И там соратник этого Оливье говорит, что пивоварня начала работать в 2009 по-английски. Слушай, может быть, они настраивали оборудование? Что же занимает какое-то время? Да черт его знает. Они оборудование купили в Чехии, вот как раз, по-моему, в 2009 году. Там в Чехии приехали и сами все настроили, как это обычно всегда бывает. Или ты думаешь, что тебе приводят кучу железа, и ты потом сам с ним сношаешься и настраиваешь. Нет, это не так. Сношаешься точно, я уверен, что это не так. Надо рассказать, что пивоварня очень любопытно располагается в старой мельнице. Это сейчас, точнее раньше, да, но сейчас производство... Что ты делаешь, подожди. А, ну да, хотя... А сейчас производство уже в другом месте, мельница, да, там что-то у них есть, но пивоварня уже не там. И вот ты знаешь, о чем я задумался, Дени? А какого вообще хрена, почему у нас не берут какие-то культовые места в России? Ну, курятники какие-то, ну, что-нибудь такое. Почему нельзя взять какой-то... Вот, ну... Сбинарник. Да, и сделать там пивоварню. Ну, ведь это же работает с точки зрения атомной прачечной Джоус. Ну, ты же знаешь, да, эту историю-легенду. И это красивая история, которая оборудована сейчас по самым современным рамкам европейского даже пивоварения, может быть, даже американского. И фишка прикольная. У нас мельниц нет. Где можно у нас это пиво делать так, чтобы оно было вот так красиво смотрелось? У меня вот на ум приходят только курятники почему-то. Потому что, когда я еду по нашей необъятной родине, я вижу все, что я вижу, это гипермаркеты и гипермаркеты, и заправки. А что в России такое вот? Мельницы у нас тоже были, но не везде. Совхоз! Ну, это опять же начинается история коровников. Ну, это тоже самое. Ну, церквей у нас много. Ну, это бельгийская тема. Ладно, не трогаем церкви, я понял тебя. У меня есть что сказать по поводу торговли церкви и всего остального. Ну, а что так, слушай, а правда? У нас на Почте России уже пивом торгуют. Че, церковь уже скоро. Это откуда инфо такая у тебя? Да блин, интернет пестрил фотографиями. Ну, интернет интернетом, а знаешь что? Не, ну реально там отделение Почты России, там пиво продают. Притом какой-то мерзок на типа охоты крепкой. Ааа, присылали, присылали в этот, это новости. Да, кстати, о, у нас какие места в России есть везде. Вот как в Голландии Мельницы, так у нас это Почта и Сбербанк. Ну, это уток. Закрываем отделение Почты, делаем пивоварню. Ну, их очень много будет. Нет, сжигаем отделение Почты России, делаем пивоварню. Вот, 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 вот. Не, ну лучше, конечно, пивоварню, а потом ее сжечь, но это не точно. Итак, давай, первое, что у нас есть, это blade and stone, то есть это меч и камень, если я не ошибаюсь. Blade это лезвие, по-моему, а не меч. А, blade и лезвие, лезвие, все правильно. Так что, ребята, я буду пользоваться сегодня шпаргалкой, потому что я, смотри, интересно так, 4 пива, я попробую просто ноль. Дело в том, что о нем ничего не известно. В тапке, ну, оценки, типа, смотреть, это глупо, я даже не стал. Это Strong L, то есть это крепкий L, я не знаю, насколько он американский, то есть он, скорее всего, с американскими видами хмеля. Ну, здесь De Molin, это та пивоварня, которая всегда все пишет, вплоть до названия последнего хмеля, используемого в напитке. Здесь написано Apollo Challenger. А знаешь, что хочу с тобой поговорить по поводу De Molin? Во-первых, по стоимости, ребят, чтобы вы понимали, сегодня разное пиво, и оно где-то стоит, ну, давайте так, от 350, 400 даже, 50, до 750 рублей. Мы все купили у наших ребят Beer Addicts на Ильюшина, 14, если Кирюха и смотришь, огромное вам спасибо. Большой ассортимент, ребята, короче, эти господа делают по количеству пиваса то же самое, что делает Денис Сальников с Салганс. И этикетка у них, кстати. Перекликается, да? Да. Вот мы очень долго спорили на этот счет, мне кажется, что она, конечно, чем-то похожа, минимализм какая-то газета, еще что-то, да? У Сальникова немного другое, но вот если сейчас смотреть на тенденцию того, что делает Денис, как его, Денис, Деня, ну, наш Денька из стула. Дениска. Дениска наш из стула. То он сейчас уходит вот как раз вот в эти маленькие бутылочки. Это традиционная английская этикетка. На традиционной английской этикетке никогда пивной не было никаких рисунков. Я не больше. Здесь же эмблемка есть, там кроме букв и цифр никогда ничего не было. На самом деле этикетка вот цветная и с рисунками, там где животные, люди, какие-то здания и так далее, она появилась не так давно. Ты же, я только сейчас заметил, как забавно, ты говоришь, слов букв. Букв. Тут сейчас уже, сейчас ты придуриваешься, да ладно. Можно ли назвать плагиатом это или все-таки нет? Да, можно. Можно, да? Ну, блин, я вот, я очень отрицательно отношусь к таким вещам, как интеллектуальная собственность и все остальное. Я не понимаю, как это должно работать, и я против этого. Я, если я не могу, я не могу, я не понимаю, почему я не могу взять и скопировать этикетку другого бренда. Ну, это пиздец. Ну, это зашквар... Ну, с твоей точки зрения, если тебе кажется, это зашкваром, ради бога, делай. Смотри, ты работал над своим... Давай, давай представим, ты работаешь над своим продуктом комбуча. От, как там это уже называется? Слишком много названий. МНД. 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 Хуевая интеграция, Реша. Ладно, все. Саня, можешь в этот раз пятерку не закидывать. Так вот, смотри, если ты бац, вы создали, вы вложили душу, а потом человек берет и херачит ее себе. А ты такой сидишь, ты понимаешь, сколько ты вложил в это душу. Сколько переименовали вы названий, чтобы найти ваше идеальное. Сколько вы нашли... Сколько вы потратили время, чтобы сделать эту этикетку, информативность. Мы это каждый раз меняли именно из-за того, что у нас дебильная эта патентная система, и я не имею права взять это название на свою торговую марку. Название... Кто вообще выкупил это название? Название, да. Я тебе больше говорю про этикетку и про некое позиционирование. Просто этикетка это лицо. Да пускай копируют мою этикетку. Это говорит только о том, что мы сделали хорошо. Ну да, это тоже хороший довод с твоей точки зрения. То есть ты, грубо говоря, говоришь о том, что тебя подтвердили, что ты хороший, и тебя начали копировать. Да, я не против. Ну и понять интеллектуальную собственность, это бред бредовый. То есть компания Суни, компания Шамасонг и тому подобное, которая продается в Китае, это тоже нормально. Да, это нормально. Я вообще за свободный рынок в этом плане. Ой, а у Дедус какой классный. Давай твое здоровье, брат. А, кстати, у тебя было знакомство уже с этой замечательной компанией Думолин? Глупый вопрос. Просто он был в тот раз, но я хотел спросить. Давай до предыдущего ролика что-то говорил. Ты вроде как сказал, что что-то где-то пробовал. Да, пробовал. Притом я покупал его. Давай, блин, давай попробуем первое. Я понял. Ребята, мы просто еще ничего не пили. Денис, как бы, ну это. Первое, по запаху. Слушай, ты знаешь, любопытно, когда первое пиво идет, оно прям как крепыш. Мы же правда не пили до этого. Вот это тебе показалось крепышом? Нет, крепыш в плане спиртосодержания. Вот здесь очень чувствуется в глотке на послевкусии. Теплое. Но я не пил неделю. Во-первых, запах кисловатая сливочная тянучка с кислинкой. Но прикольный. Хороший запах. Но мне вот даже в запахе немножко спирт все-таки есть. Согревающее тепло вот здесь идет, знаешь, как после... Спиртуозная составляющая есть, естественно, а ее там быть не может при заявленных там 10 градусов. Слушай, а вот тепло идет, знаешь, как после действительно крепкого какого-то алкогольного напитка. Такое, знаешь, там уходящее сюда. Может просто первое пиво. Странно, я не чувствую абсолютно никакой спиртуозности во вкусе. И на послевкусии тоже. А я только на послевкусии. Очень сладкая. Ну, сладковатая. Притом, а, это скорее всего спиртовая составляющая, эту сладость дает. Потому что... И оно мне не кажется таким плотным, как оно заявлено. Оно абсолютно нормально пьется. Ну, я не знаю, Денис, может быть я, конечно, гоню. Ну, здесь, как и говоря, используется сухое охмеление с хмелем Симкоя. Блин, ну ты знаешь, мне кажется, вот такие вот крепыши, они убивают хмель. Вот вкус хмеля именно. Расчехлить какой здесь хмель, вот мне кажется, даже действительно профессиональному смелье пивному очень сложно будет. А что значит Криохопс? Замороженный, что ли, Симкоя? Наверное, да. То есть гоняя через замороженный хмель? Ну да, ну, ну да. Да. Но я, честно, Денис, я не в курсе. Или это Крио не так пишется? Или мы опять английский хорошо знаем? Денис, дело в том, что, чтобы знать хорошо английский, нужно было как минимум мучиться на него. Да, как звали твою учительницу английского, Алексей? Вот, ты знаешь, честно, я английский реально неплохо знал. Вот здесь как раз та ситуация, когда мимо Леши прошла и учительница, и предмет. Да, да, да. Ну, как бы это ни звучало, да. Блин, подожди. Нет, не помню. Конечно, не помнишь, у тебя же немецкий был, да? У меня немецкий тоже был, у меня немецкий английский был. Ein kleiner Mensch. Он еще и полиглот. Да. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Криогены. Ну, Криогены, это по-разному, и есть замороженные. Это типа, блин, я даже про такую технологию, если честно, не слышал. Слушай, мне он нравится. Он, 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 во-первых, он, по-моему, самый недорогой был, который из всего представлений. Может, его на холодном охмелении вымораживали этот сорт вместе с мельем? Вымороженный, типа, так сказать. Ну, может быть. Чтобы повысить градус. Ну, к сожалению, информации, еще раз повторюсь, в интернете нету, я так понимаю. Да, ребята, еще очень важно заметить, и это действительно очень важно. Давайте обратим внимание на срок годности, Дениска, побомби-ка на эту тему. Ну, вот здесь вот большинство сортов до 23-го года выпуска, ой, до 18-го года выпуска и до 23-го срок годности. Притом, это не просто срок годности, это best before, то есть это лучше употребить до этого срока. После тоже можно, просто производитель заявляет о том, что качество не потеряет 100% до этого срока напиток. А последняя бутылка у нас вообще с 43-го года. Но она выдержанная, поэтому она такая, скорее всего, есть. Ты знаешь, это все, что вы должны знать о живом пиве, которое хранится от 3 до 5 дней. Ну да. Как любят заявлять изготовителя, это при хорошем случае. Вот этого пиваса с гербовыми печатями, медалями, золотыми вот этими обечайками, какими-то гостами, с надписями живой поперек все этикетки и всего остального. Вот пиво, где не используются никаких консервантов, и хранится оно на секунду больше 30 лет. Ой, ну, чуть меньше 30. Слушай, ты знаешь, я вот, наверное, все-таки заступлюсь в какой-то мере за товарища Сальникова. Вот именно, что касается вот этого пива, потому что я в последнее время от них очень много всего пробовал. От Салденса, маленьких бутылочек с черной этикеткой, знаешь, такие, которые я даже тебе вот то, что отдавал. Вот у них есть тоже, насколько я помню, Стронг Эль. Он, может быть, даже немножко поприятнее, вот эти вот края сглажены были. Мне кажется, как-то так, но это я выеживаюсь! Это, естественно, очень вкусно! Вот я сейчас, кстати, сижу, у меня на послевкусии очень много хмеля остается. А у меня хмеля нет. Именно вот осаживается на корни языка, очень хмелевая составляющая. А к чему крепится твой язык, кстати, Денис? К голове, Алексей. К голове, отлично. Ну давай, что-то можешь сказать? У меня восхищение какого-то прям вот такого типа... Нет, не произошло. Это просто неплохо, это хорошо. В Антабсе я бы ему поставил, но я ему поставлю, судя по всему, ну 4,25 вот так вот. Это неплохо. Это явно выше, чем любой середнячок. Конечно. Из этой же стилистики, но это не ах, там, чтобы упасть там и начать сбиться в конвульсии. Это, при этом, это еще не мой стиль. То есть я вот как-то Стронг Эль, даже вот тебе честно сказать, я и не помню, когда вот прям было желание выпить, купить там, например, и тому подобное. Да я, честно говоря, никогда не пил Стронг Эль охмелённый. Для меня это вообще странно. Ну тебе заделал... Да, он похож на Стронг Эль, но здесь хмель прям вот чувствуется, чувствуется. Особенно на послевкусие. И вот так, как навалили на сухую вот так вот. Ну на сухую, на сухую. Это сухое охмеление, потому что... Ну ладно. Ладно, давай дальше пойдем. Дальше мы затестируем с тобой... Терпение Трук Бакунина возьмем? Да. Ты думаешь? Ребятам, давайте еще... Ты знаешь по-русски, ты смотришь. Надо еще рассказать то, что Демолин очень любит делать коллаборации. И делает коллаборации он с достаточно известными пивоварнями. У них в месяц выходит каждый месяц один новый сорт и одна новая коллаборация. Но надо сказать, что они делают с американцами. Предыдущий обзор, который, к сожалению, к моему величайшему, к сожалению, вы не увидите. Там была коллаборация с HairDog, если я не ошибаюсь. Американские пивы в конце, расскажем о нем. Также с Yopan они делают. Короче, с дофигища. И у них была коллаборация, если говорить о российских крафтовых компаниях. Это Бакунин и АЭФ. А Бакунин сделан в стилистике этикетки, я имею в виду, и бутылки. Как будто это с вами, скорее всего, и было на Демолине. А вот если меня не ошибает память, то АЭФ заварилась именно с этикеткой АЭФа. АЭФа, да. То есть, но я, честно говоря, не пробовал. АЭФ, которая купола и пастилаж? Вот, по-моему, да. Если я не ошибаюсь. Они туда белевское пастилаж еще напихали, но я не пробовал тут пивов. А что-то ты знаешь, я вот, по-моему, смотрел оценки и отзывы читал. Было любопытно, что там нет такого-то лютого восторга, если честно. Ощущение, что взяли что-то. Ну, да, да, да. А давай почитаем немножко аннотацию, что пишут ребята, к чему готовятся нам с тобой. Это у нас барливайн с изюмом и абрикосом. Сорт сваренный вместе с Демолин посвящается всем, у кого отпуск только в августе. Короче говоря, скорее всего, это будут сухофрукты, карамели и тому подобное. Денис, барливайн, друг мой. Барливайн ов брокен джимс. Слышишь? Барливайн. Я думаю, что я не совру, если скажу, что это наш с тобой один из любимейших стилей пива. Крепких, которым мы часто с тобой говорим о том, что... Один из. Один из, да, один из. Но здесь написано фруйте барливайн. Соответственно, это немного отход от стилистики. Ну, ты знаешь, прям как-то интенсивного такого запаха. Блин, может, я правда зажрался? Как-то барливайн более плотно должен пахнуть. Ой, а он каким-то этим, слюнарником пахнет. И кисло немножко даже. А сейчас уже нет. Сейчас, может, надо постоять должен. Пусть постоит, правда. Ну вот, осенью мы ходили на мероприятие от Мирбира. И помнишь, там присутствовал Арсений, которого мы уже достаточно давно знаем. Чье пиво у нас лежит в закровах уже с которым... Арсений, родной, мы, правда, все попробуем. Все в холодильнике, все круто. Он варил барливайн. Демонстрирую. Он выиграл, кстати говоря, с этим барливайном. Он как раз вымороженный, по-моему, это все равно был. Вот по поводу вымороженного я могу ошибаться. Я знаю, что Хартли делал с Пентамебиус вымороженный. Да. А вот то, что Арсений делал, я не знаю. Это очень сложно. То есть, давайте на примере я объясню. При нужном количестве ингредиентов, например, мы с вами варим какое-то пиво. Давайте, например, IPA. То у нас получится 20 литров. Если мы делаем барливайн, то у нас получается где-то 5-6-7, может быть, литров. То есть, он действительно... Его очень легко профукать и тому подобное. А если его потом еще выдерживать в бочках, это потеря на испарение. Да, да, да. Но все остальное... Поэтому это такое дорогое пиво в любом случае. Оно, кстати говоря, есть американское, а есть английское. Потому что барливайн переводится же, если я не ошибаюсь, в ничменное вино. Ты не хочешь своими ручонками сейчас поговорить о, как это называется-то, снобизме винном? Было бы с чем сравнивать, как говорится. Какое богатство вкуса у барливайна и какое отсутствие вкуса и разнообразия у вина. Ну ладно, давай. Ну давай по запаху что-то скажешь. Ушел, практически ушел запах этого коровника, свинарника. Он остался на оттенке, но он теперь хотя бы не давлеет на всем остальным. Сейчас начало пахнуть фруктами. Фруктами такими немного подошедшими. Знаешь, как будто у персика бок вот так вот замяли, и он недельку полежал. Поэтому чуть такой с гнильцой, но приятный гнильцой. Нет, это очень неплохо, кстати. Кисловато, правда, немножко. Я не знаю, нормально это или нет. Небольшая кислинка. Я абсолютно отчетливо чувствую абрикосовую косточку. Да, да. Прямо отдает очень сильно вот именно абрикосовой косточкой. Слушай, она вообще не спиртуозная. Она прям, ты знаешь, вот это вот... Ну нет, она, конечно же, есть на послевкусие. Там вот это тепло здесь идет, но она пьется очень легко при всем при этом. Да, запах не ушел. За запах я минус балл сразу. Я просто не люблю вот эти все спонтанные брожения. Из-за чего вот получаются вот такие вот ароматы странные. Но вкус лучше. Вкус, но порядок лучше. Здесь вот я бы поставил 4, но балл именно за запах. Не, не, родной, давай мы без баллов, блядь. Потому что эти баллы потом нам припоминают. А, потом знаешь, там, а, вы балтики 7 когда-то ставили 3 балла, а демолину 4. Разница в 1 балл. Вот это все. Мы практически каждый раз оговариваемся. Если мы ставим эти баллы, то мы их ставим в рамках именно того стиля, что мы пробуем. Или хотя бы одной и той же там ценовой категории, ну хотя бы сопоставимое. Поэтому, если я поставил там Голландии, допустим, 4, а потом вот этому 4, это не значит, что Голландия такая же вкусная, как вот этот вот бролевайн. Ну, грошится назад. Другая стиль, другое все, это другое пиво. Это даже пивом сложно назвать. Вообще, мне кажется, что очень правильно было бы сделать антабт в таком формате. Тоже по рубрикам немножко раскидать. А то, знаешь, когда они кидают... Ну да, когда они, где можно сравнить Балтику-2 и он вот это, ну как это? Это день и ночь. Ну, это очень... Вот на вкус оно действительно обладает, даже карамелька немного чувствуется. Ну, не карамелька, карамелька, блядь, слово какое ужасное. Карамель такая вот есть небольшая. Но, опять же, вот в барлевайне... Но это не самый вкусный, при всем при этом, барлевайн, который я пробовал. Я тебе скажу честно. Не самый вкусный. Далеко не самый вкусный. Он на порядок лучше, чем то, что я пробовал, но после него тоже существует. Да, и это не так сложно найти. Даже что касается барлевайна, а что же было... Я, ребята, могу ошибаться, но не так давно я пробовал в одном из питейных заведений города Санкт-Петербурга. Как ты пиво все время пьешь, что тебе нравится? Нет, 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 вот ты сейчас пьешь. Как? Сэмуэл Смит. Сэмуэл Смит, по-моему, от них был барлевайн какой-то... По-моему, с какой-то коллаборацией было, но мне это было очень круто. Они не участвуют в коллаборациях, они не варят барлевайн. А, они на тележках до сих пор ездят тоже. Да, они лошадьми развозят. Да, 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 мы же с тобой это все решили. Покумин бы не оценил. Ну, тут какой-то вот что-то, вот это терпение и труд хер знает. Я вот не очень понимаю. Это, это, это неплохо, это хорошо. Я просто тебе давай поговорю с точки зрения того, что АФ нельзя сравнивать. Давай возьмем АФ. Что у нас с тобой было, кто-то нам понравился, с тобой вдвоем прям очень... Что нам понравилось последнее от них, я забыл, что называется. Не меланхолия, а... Лоботомия. Лоботомия. Ты его попробовал? Сколько раз ты его уже купил после этого, при том, что он стоит 450 рублей? Ну, раза два или три. И, при том, один раз я покупал сразу две бутылки, потому что они были последние, и я обе забрал. Ну, вот мной куплено четыре бутылки после этого. То есть, это значит, что оно мне за что. Вот это, скажи, что я завтра пойду покупать второй раз, в сто процентов нет. А, еще. Ну, это коллаборация, но опять же... А, при чем здесь коллаборация, не коллаборация? И там такое впечатление, что вся Голландия снимает в таком стиле. Они про пиво, правда, снимают? У них прям канал про пиво? Или это... Да нет, это просто кто-то зачем-то снял репортаж об этой пивоварне и их совладельцах. Так вот, в этом интервью, насколько мое знание английского вам это позволяло сделать, я понял, что они говорят вот о Оливье и второй его напарник, совладелец, говорят о том, что мы стараемся не играться с разными хмелями, не играться с большим количеством хмеля. Ну, то есть, они именно на солод, на выдержку, еще на что-то делают упор, на темные сорта солодов и все остальное. А здесь вот я вижу три разных хмеля, ну ладно, САС это традиционный хмель, но вот Аполло, Премиум, то есть, видимо, надо скостить на то, что они это делали с авторствой с Бакуниным, и это настоял Бакунин вообще. Но, Денис, мы с тобой как профессионал знаем, как проходят эти замечательные сходки, которые называются. А, нет, ну вот здесь тоже три хмеля разных. Видимо, они все-таки поменяли после 14-го года свое мировоззрение и решили, что много хмеля это неплохо. Ну да. Слушай, знаешь, какой я с тобой хотел зацепить разговор, который мы не зацепили в прошлой нашей с тобой встрече, по поводу Демолина. Я случайно узнал, не буду говорить, кто сказал, но есть такие предположения, достаточно, ну не стопроцентные, но они есть. Говорят, что вот этот товарищ, который основатель всей этой пивоварни, Демолин, он нетрадиционной сексуальной ориентации. Я только хотел сказать, что он что, голубой? Вот. И у меня с этим возникает вопрос, потому что с человеком, с кем мы общались на этот счет, он говорит, да типа я из-за этого Демолина не пью. А он каких-то таких вот понятий, да, человек? Вот, и вот у меня как бы, родной, если смотришь без обид, Можно ли зашквариться через пиво? Я вот, да, я вот пытался понять, вот мне лично без разницы, кто это делал. Если он на этикетке не лепит, что он сосется или что-то там еще делает, мне как бы фиолетово, какая разница, великие художники, режиссеры, там еще кто-то. А если я сейчас скажу, что Квентин Таратино долбится в очко, что я его смотреть не буду? А Кевин Спейси? Ну мне он как бы не особо в принципе не нравился. У тебя что, сильно изменилось впечатление после этого? Я просто, видишь, мне Кевин Спейси нравится, по-моему, в двух фильмах и все. Это... Карточный домик? Карточный домик, ну это просто офигенно. И вот еще фильм был с ним, я точно не помню, как называется, очень известный, прям вот тот, прям он просто из всех щелей раньше шел. Бабушка легкого поведения? Нет, нет, это другое. Ладно, ребята, я сейчас вспомню. Я хотел с тобой поговорить на этот счет. Вот у меня лично, ты знаешь, я не могу себя назвать гомофобом, я отношусь нейтрально к этому всему. Главное мне... Свобода слова, свобода вероисповедания. Нет, 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 нет. Я это не вижу, не надо при мне это делать, ничего, чтобы мои дети это смотрели. Ребятоньки, без обид, правда, не надо. Мы поднимаем эту тему только потому, чтобы мы общаемся. Как ты к этому относишься? Вот, ну у меня нет такого пива сварено, даже если человеком нетрадиционную сексуальную ориентацию. Я придерживаюсь традиционных либертарианских ценностей. Мне по барабану. Делайте, что хотите. Можете пропагандировать, не без разницы. А тебе, кстати, пришла книжка по либертарианству, ты еще одну, ты, говорит, заказал? Да. Почитал уже я? Нет, не успел. А, ну расскажем. Так, что у нас дальше идет? Fear and Fat, если я не ошибаюсь. Fear and Fit. Окей. Ты наоборот сейчас сказал? Fear and Fit, наверное, что-то такое. А здесь аж 4 хмеля. Это у нас, ребята, квадрюпель с добавлением бобов тонко, которые обладают уникальной полит... Тонко, сейчас расскажу про нее. Ваниль Гвоздикова, это карамельная сладость. Все, что нам надо знать, это квадрюпель и бобы тонко. Денис, спроси меня, что такое бобы тонко? Алексей, что такое бобы тонко? Я постараюсь рассказать коротко и ясно, где они используются. Они используются в мужском парфюме, который ты не используешь и на дух не перевариваешь. А второе, где они используются, это некий ароматизатор для хороших, качественных сигар. Правда, я не понимаю, зачем это использовать. То есть, если когда табак идет для трубки... Такая мужская парфюма зачастую именно сигарами и пахнет. Мне поэтому она не нравится. Я терпеть не могу запах сигар. Чего ты? Какими ты вообще? Ты что, блядь? Мужской парфюм, запах сигар, это вообще традиционная нотка практически везде. Не знаю, я пользуюсь там... Там кожа, запах сигар. Такие, у меня не... Кожа кого? Кожа? Ну, кожа, выделанная кожа. Запахи кожи, земли, торфа, запахи сигар. Это все в мужском парфюме есть в полной мере. Открываем новый канал Теория Большого Парфюма. Ну, я, честно говоря, не знаю. В общем, оно даже по идее... По крайней мере, я все это чувствую. Оно в кулинарии тоже исп... Я нет, для меня это, как, знаешь, такой хороший, хорошо сбалансированный вкус. Я не разбираю по ноткам чего-то. Знаешь, ты такой нюхаешь свою женщину, такой... А у тебя, значит, парфюм такой, девчачий, да? Не, у меня есть самияки. Я вот только из самияки. Чего? Из самияки. Это японец? Да, мне очень нравится. У него очень вкусные ароматы. Но я не покупаю у нас в России, потому что они, блядь, говно. Прямо вот им пахнет? Ты можешь объяснить, что это? Из самияки? Чем пахнет? Да. Из самияки? Да. Я не могу объяснить запах туалетной воды. Я могу. Я не могу. Я не могу расчехлить. Ну, не могу расчехлить. Я не люблю тонные запахи. Я люблю, чтобы они были свежие такие и тому подобное. Блин, братан, я не знаю, что я тебе подарю на следующий день рождения. Давай, бритву мне подарить. Нет, я подарю тебе пену для бритья и туалетную. Мне недавно подарили. Что? В очередной раз пену для бритья. А ты не пользуешься? Незаветно, да? Не, ну, голову-ка не делаешь. У меня электрическая машина. Ты не добриваешь даже здесь? Нет, только на отпуск. Ты полностью сбриваешь здесь все? Да. Блядь, если не ехал с водителем, один-один, как ты, только брюнет. Блядь, вот просто сзади я смотрел, у него полностью все воссоздано, как у тебя. Думаю, слушай, может, у тебя уже есть адепты какие-то твои, которые... Ну, ладно. Итак, квадрюпель. Слушай, если я не ошибаюсь, квадрюпель, это... Слушай, а повеселее, кстати, стало, чем начали ролика. Крайне вкусно пахнет. Вот это, вот это хорошечно. Очень хорошо. Ты, кстати, сегодня ни слова не сказал про цвет. Мне цвет только... Я скажу так, мне цвет только у Абакунина не понравился, потому что я считаю, что барлик должен быть немного потемнее. Но это мое ощущение. А это как тебе? Ай, Денис, слушай, ты знаешь, что я попробовал недавно? Ребята все рекомендуют. Ты же считаешь, что бесполезно наше сообщество ВКонтакте, а я нет. И закидывали, короче, про пивоварню, типа, ребят, попробуйте Островица. Я пробовал. Очень годная пивоварня. Пиздец какая годная, надо мне обзор по-любому сделать, потому что очень вкусно. И Апа, и Ипа. Я уже все... Я 2 или 3 бутылки покупал, и там вплоть до того, что мне понравилось все, и я готов был ставить 5 в Антабсе. Да, да, да. Очень прилично. Я еще подумал, что мне повезло. Не, не, тебе не повезло, потому что... Нет, тебе, в принципе, повезло. Ладно. Ну вот это годнотеечка. Вот это вот уровень уже. Вот это годнотеечка. Это вот уже уровень. Надо было вот с этого начинать, знаешь, такой заряд был был. У нас... Ну ладно, в конце расскажем. Сладковато, кофейно, фруктово, такие сухофруктовые нотки. Вот это вот послевкусие, чуть-чуть спиртуозное, но оно здесь в тему абсолютно. Это супер, это здорово. Мне знаешь, что больше всего нравится? Оно такое сладкое. Вот знаешь, опять же, здесь и вот день, правда? Здесь есть сладость, но она же без какого-то переизбытка, правильно? Это не та сладость, которая выдает нам какой-нибудь литра или главпива. Это не та сладость. Если там сладость из-за недоброда, то есть недобродившее пиво, еще что-то, то здесь сладость выдается именно вот дрожжами, всем остальным, именно сухофруктовая сладость. Именно фрукты, сухофруктовая сладость. Это очень вкусно. Знаешь, какая твоя привкус карамельный пряникам отдает? О-о-о! Кстати, да. Кстати, да. Пряничный такой. Это как от Салданса, да? Ну, только немножко, наверное... Нет, у Салданса немного по-другому. Здесь вот именно на оттеночное... Пряничный, пряничный. Блин, Диня, какой ты красавчик. Гранит расчехляешься. Я так рад, что я могу тебе поддакивать. Так, 27,2 плотность и 9,1 алкоголя. Это при такой-то плотности достаточно мало алкоголя, потому что там была меньше плотности и больше алкоголя. А может, оно действительно было вымороженное, блин? Ладно, не будем углубряться. Слушай, ты знаешь, может быть, вот этот пряник, то, что нам кажется, может быть, это вот как раз и есть эти тонко. Просто я их чисто не жрал, эти бобы. Ну, как бы на запах я не знаю, как они пахнут. Но это очень приятно. Ну, скажем так, запах и вкус этой тонки в пиве мне нравятся, в парфюме нет. Вот, кстати говоря, это первое... Это можно пивом, что ли, да? Это... Давай попробуем. Нет, это похоже. Я знаю, что хочу сказать. Это вот тот самый момент, когда запах соответствует содержимому. На 100%. То есть оно ожидание, да, реальность. Вот оно очень сильно совпадает. Очень приятное пиво. Это просто 5-5, Вин. И надо сказать, что оно стоит недорого. Ну, относительно. Слушай, Денис, а дорого реально? Вот тут скажи мне. Для меня, честно, ты скажу, как для чего... Нет, давай так. Давай так. Это все понятие относительное. Тебе может казаться дорого, недорого. Но если ты за это готов платить деньги, то это нормально. Ну, надо сказать, что ты не возьмешь себе 5 бутылок на вечер вот этого пива и не будешь ухать на кивицу, потому что это тебя убьет нахер. Нет, формат одной бутылки. Одна бутылочка, да, 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 да. Даже, ты знаешь, вот такое пиво хорошо бы выпить одно и заключительное. И одному. И одному. Не, ну ты-то жадный, это мы знаем. Такие там и все в курсе. А зачем ты Ленина даешь? Ты же хотел один убить. Здесь могут последствия быть. Здесь у стен есть уши. Здесь у Лены есть руки. Да, ребята, теперь вы можете составить картину, какая Лена. Те, кто не подписан на инстаграм, ссылочка на которую будет в описании. Начинаем пиарить следующий инстаграм. Ребята, подписывайтесь на наш инстаграм, пожалуйста. Там очень интересно. Там вы можете знать. Вы знаете, если бы я не сделал фотографию Де Молина до этого в инстаграм... Вы бы и знать не знали. Вы бы даже знать не знали, что мы просрали какой-то выпуск. Но так как было анонс пива, которое будет, и люди такие... Да, Де Молин! И тут, короче, я прихожу, я сажусь домой, я начинаю монтировать. Я смотрю до половины. Блядь! И звук, короче, на этой мохнатке заканчивается. А я уже... Почему вы меня не могли спрятать? Что ты как этот... Как будто минет кому-то делаешь невидимому. Я просто смотрю за звуком, чтобы он записывался. Кстати, что еще раз подтвердило именно мужскую составляющую этого пива, как и мужского парфюма. Это то, что при наших восторгах Лена сейчас попробовала и сделала вот так вот. Ну, только на ней самолис. Ну, она ей, наверное, очень спиртуозно, да? Это с точки зрения... Я ждала больше орехов. А здесь написано, что орехов. С точки зрения полноты вкуса, ароматики и наполненности именно вкуса и запаха. Это очень близко к тому любимому ей стилю Сэмуэль Смита, который варит этот экстра, стаут, вот это кофе и все остальное. Он больше бархатный. Вот это бархатным нельзя назвать. Оно такое прям хорошее. Я такое пиво... Вот такое пиво приятно, знаешь, даже за место... Я вот много чего говорю. Не, ну ладно, я в принципе много чего говорю. Поехали дальше. Хотя, ты знаешь, я, наверное, все-таки скажу. Есть такая тема, что... Блин, прям очень приятно. Если бы ее еще... Я просто пытаюсь найти то настроение, под которое пить его. Я понимаю, что это настроение, оно одно и то же. Оно... Это какая-то сигара, даже трубка. Не сигара, а трубка. Вкусная, без ароматизаторов, тонко. Вот я бы, наверное, пожалуй, сидел бы, наслаждался и смотрел, как снежок идет. У меня вообще больше ничего. И книжку, может, почитал бы, если бы я читал их. А камень? А огонь. А мне камень не нужен? Я в камине романтику не вижу. Как горят дрова, я могу приехать к вам на дачу и посмотреть, как это происходит. В чем, кстати, в чем вы дрова... Сейчас, ребята, время охудительных историй. В чем у вас дрова горят? Как эта штука называется? Шпунт Ларсена. Шпунт Ларсена, вот, точно. Это шпунт Ларсена, это такая штука, которая профилем, как корыта, вот такой вот. Сейчас выскочит картинка, скорее всего, а хотя, может, нет. Она, допустим, от 4 до 30 метров выпускается. И это забивается вибропогружателями в качестве ограждений для гидроизоляции в основном. Или против высыпания грунта в котлованах. И вот если отрезать кусок, ну, полуметровый, метровый, и приварить стенки с двух сторон, получается отличный мангал, неубиваемый. Потому что там толщина металла в полтора-два пальца, и сталь там такая, что она не сгнивает никогда. Но как мангал они не пользуются. Потому что там нужно, во-первых, не шампуры, а сабли, чтобы, как видно, что-то пожарить. Но дело не в этом. Я не знаю, на нем даже ржавчины нет. Нет, на нем есть ржавчина, но она довольно коричневая изнутри и снаружи. Он весь ржавый, но она как бы, ну, есть и есть. Слушай, когда буду поедать на даче, говорю, по весне, я сделаю фотку. Например, наверняка ребята запомнят, чтобы показать про что-то такое. Так, у нас дальше идет Juicy Newsim. Это у нас яблочный барли-вайн. Пахнет чем? Яблочной щепкой? Да. Я просто свой напиток время от времени... Ух, юберно. Правда, давно я этого не делал. Настаивал именно на чуть обжаренной яблочной щепе. И этот запах я отличил на 100% закрытыми глазами. Это яблочная щепка обжаренная. Это вкусно. Пахнет вкусно. Пахнет нормально, кстати. И не кисло, да? Нет, не кисло. Притом, что это яблочный должен быть барли-вайн. Яблочный барли-вайн. Вы просто вдумайте. Яблочный барли-вайн это не сидор барли-вайн? Слушай, ну это уровень предыдущего пива. Мне нравится. Он более жесткий с точки зрения спиртуозности. Он более ярко выраженный такой характер имеет. У него, по-моему, даже алкоголя больше. Ну, вот как-то спиртосодержание прямо... Так я тебе и говорю, он столь кодрения... 29 плотность, пиздец. А, ну, да, конечно, больше. Это 9,1. Я говорю, он такой, он совсем-совсем мужской. Там никакой тонкий не надо, там за счет спирта вытягивается вся мужицкая напитка. Слушай, я ничего не хочу сказать, но мне отдает именно, ну, щипа не знаю, вот именно яблоком. Даже какой-то, знаешь, окрепленный сидор, я бы сказал. Но при этом хмель присутствует даже на послевкусии. Вот здесь почему-то я, причем на послевкусии, хмель чувствую. На запахе, вкусе, послевкусе я чувствую обжаренную яблочную щепку. Чувствую очень много спиртуозности везде. И, в принципе, больше я никаких вот оттенков, нюансов не чувствую. Я ничего не хочу сказать пока, но вот то, что вот здесь, в Бакунином, это вообще просто, это левел, левел ап вниз, на два. Потому что, это же, ну, я имею в виду, что их можно сравнить отчасти, ведь это же тоже барлевай. Как раз когда вот мы говорили, что нельзя сравнивать по стилистикам, по разным, по всему остальному. Я говорил, что есть вот на уровень ниже и на уровень выше. Это хорошо, но на уровень выше есть. Так вот это на уровень выше. Ну да, это как антаб местного порядка, который мы сейчас сравним. Вот здесь уже сейчас оценки меняются по-другому. В любом случае бы они тебя поменялись. Потому что вот это гораздо интересней. То есть щипа, ты знаешь, может быть не щипа, а какое-то дубильное вещество есть, которое терпкость создаёт здесь. А вот опять же, помнишь, всегда я говорил, что всегда надо сравнивать вот так вот. Это я себе, это я тогда нахрен наживаюсь очень быстро. Она вот какая-то именно дубильная немножко. Нихера, Лёш. Что? Ну попробую вот рядом. Это что? Это Бакунин. Он тоже на уровне. Нам кажется. Вот видишь, прошло всего ничего. Прошло 15-20 минут. Оно просто другое. Оно немножко такое лайтовое, скажем так. По насыщенности вкуса оно очень близко. Не, я тебе говорю, что оно по плотности ты имеешь в виду. Именно по насыщенности. Ну вот я больше... По вкусу ощущению во рту. Больше вкуса мне вот здесь отдают. Я тебе честно скажу. У них полнотелость примерно на одном уровне. Но в моём представлении, что если... Давай мы так говорим с тобой. В моём представлении, что барливайн, который вот здесь, мне он больше нравится. Мне кажется, что он должен быть... Вот приближен к моему идеальному, он здесь. А может быть здесь слишком много. Вот у меня как, знаешь, дубильные вещества, оно даже терпкость создаёт здесь. Да, да, да. Я говорю про обжаренную яблочную щепку. Вот там всё-таки с хмелем перебор. Вот у меня... Я снова его попробовал, у меня снова остаток хмеля. Вот здесь хмель тоже есть. Есть, но он так не чувствуется. А я вот наоборот здесь его чувствую. Это хорошо, прям очень здорово. Ребята, если любите что-то такое крепкое, чтобы посидеть вот так, покайфовать. Не без какого-то перебора пива, да, то есть... Но, как оказывается, можно нарваться на некондицию. Мы сейчас в конце... Не, мы в конце об этом поговорим, это тоже важный момент. За такие бабки, знаешь, за 450 рублей покупаешь пиво и добраться до некондиции, опять же, да, ой... Добраться до какого-то фейла, ну, как бы, наверное, это мало приятного, согласись. 450 рублей, блядь, сколько у тебя портвейн стоит в день? Ну, такой маломальски хороший, неплохой 1200, маломальски, среднячок. 1200, 1800. 007, да, или 05? Ну, вот. А здесь за 033, да, надо сказать, что они все делают банки. Я прогуглил, они делали банки, но они делают их тоже 033, они иначе выглядят, какого укола. Ну, смотри, а здесь раньше он как пластик был, а сейчас как пластилин какой-то. Ну, ну, вообще, как Сургуч. Ну, как Сургуч, нет. Да нет, Сургуч обычно, он там, которая лоботомия, ну, там вообще пластик-пластик. Нет, это прям хорошо, нет? Да нет, просто странно, я такого не... Давайте кое-что расскажем вам по поводу красной этой этикетки. В Демолин фигачит вот эту штуку, как это правильно называется, ну, крышка или как это? Ну, Сургуч. Ну, Сургуч, да. Именно на те стили... На бочковую выдержку. Да, которые выдержаны. А, еще немаловажная... Слушай, оно по шарам-то бьет, конечно. Немаловажная штука еще. Сейчас. Лично для меня немаловажная. Я когда вот в очередной раз, в очередное интервью с этими ребятами, со всем остальным была... Ты на голландский ютуб вообще подсел, походу, Никист. Так вот, там была типа экскурсия по пивоварне, все остальное. На тот момент у них этикетки вот эти клеили какие-то студенты вручную. Валиком вот так вот клей, этикетка и рукой вот так вот. Это типа какие-то, знаешь, там, наверное... Как называют, знаешь, когда студенты отправляют на практику? Может быть, у них нидерландские практики такие тоже происходят? Или заключенных. На завод Демолина кто поедет этикетки клеить? Завод Демолина, три человека. Да, три человека. Денис, мы остановились с тобой на пиве, на пивоварне Демолин. Я бы хотел поговорить с тобой о следующем. Он называется хэштег 3000. Это культовое пиво для этой пивоварни. Это черный барливайн. Можно сказать, юбилейный сорт пива. Трехтысячная партия пива с момента открытия пивоварни Демолин. Как решетка 3000. Это пиво есть выдержанное в бочках, есть обычное. А у этого же знака есть какое-то свое обозначение. Решетка. Да и сам-то решетка международная, как она называется? Хэштег. Нет, нет, нет. Как-то... Символ, как он называется. У него очень такое своеобразное название, сейчас не помню. Лен, найдешь, пожалуйста? У решетки есть свое название. Притом оно очень смешное. Да? Да. Мы профессионалы. Во-первых, это 26,3 плотность. 14,6 алкоголя. Слушай, если я не ошибаюсь, бургунди баррель. Это эти бочки из-под... Как называется? Бургунского. Ну, как это? Вино. Вино, 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 да. Как эта вот дрянь, да? Да? Да, да, Леш. Ребятоньки, я просто хочу кое-что вам показать. Ложь. Я, правда, не уверен. У Дениса в коллекции... Я не уверен, что у Дениса, может быть, его... Как? А, Актоторп, да. Актоторп. У Дениса в коллекции появился новый портвейн. Но я не уверен, что у Дениса в коллекции. Может быть, у нас уже совместная коллекция все-таки есть. Потому что у нас такой замечательный друг Вадим, который привез ему. Он такой... А кому это было привезено на натуре? Ему? Это просто... В коллекцию было куплено. В коллекцию кому? Все нормально, Алексей. У тебя коллекция вискаря. Ребят, у нас скоро стрим. 30-летний, как бы, вот, портвейн. Я бы очень хотел много лайков на этом ролике. Потому что в субботу будет стрим. Вполне возможно, что мы его попробуем. Но это вот... Это как бы... Когда я говорю не точно, вот это не точно в Кубе. Итак. А что это, кстати говоря, за... Посмотри, пожалуйста, что это за... Во-первых, выключи свой нахуй телефон. А во-вторых, что... Кто это делает? Португалия. А кто это еще может делать? Ну, мало ли. Крым, блин. 30 лет. Человек в Дубае был. Тамань. Может, Дубай начал делать уже. Дубай сейчас тоже. Тамань. Молодец. Ладно. Так он может был. Он ему не понравился отдых в Дубае. Может, он в Тамань ездил. Просто не в курсе. Поэтому и отдых говно. Я, кстати, не удивлюсь. Тамань, он да, тоже хороший. Ты зря. Ну, запах. Это... На грани смешения с предыдущими образцами, скажем так. Но такого вино запаха нет. Да нет. А с чего там должен быть запах? Единственное, что пахнет древесиной. Ну, с жженой древесиной. Такое какое-то... Даже нет. Не древесиной. Мне больше отдает каким-то жженым торфом, честно говоря. Какой-то торфяной землистый запах. А торфяной пиво, кстати, есть на рынке. Ты в курсе? Копченое, которое... А, ребята, вы много просили копченое пиво обозреть. Вышло сейчас еще два наименования. Сейчас четыре их всего. Не молчи! Блин, кислое такое. Оно чуть с кис... Нет, оно не такое кислое, как ты сейчас здесь показываешь. Кислое. Кислое. Оно с кислинкой. Да кислое оно. Оно такое должно быть. Это же из-под вина. Да нет, я не уверен, что бочка из-под вина дает кислинку. Это совсем не так работает, Алексей. Дубовую составляющую, какую-то землистую составляющую, торфяную составляющую, бочка может дать, но никак не кислинку. Ребята, я скажу только одно, что если все до вот этого было пивом, более-менее худо-бедно, вот здесь от пива нету ровно ничего. Вот на мой взгляд, я вам честно скажу, здесь присутствует... Такое впечатление, что это сухой портфейн с добавлением спины. А ты, кстати, ощутил реально, что оно как сухое? Да. Оно прям такое, прям даже вяжущее немножко. Даже малейшее присутствие сладости отсутствует. Вот просто отсутствует. Ты знаешь, я начинаю припеваться, мне даже что-то как-то нравится. Знаешь, чем отдаёт? Я сейчас начинаю припевать, вискарём отдаёт. Ну, не знаю. Ну, а что? Я настоя, 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 его на джеке облинился на щепки, которые ты приводил. А почему, когда идёт речь о вискарете, такую физиономию корчишь, как будто, я не знаю, тебе в жопу вставляют фагу? Ангешлягинг какой-то. Что в этом плохого-то? Ну, вискарём отдаёт и всё. Теперь объясняй, что такое Ангешлягинг. Ну, из этого фильма... В твоём понимании. Еротур, которая с обезьянкой. Это их дычка-дычка. Флюгенгхайминг. Да, вот этот. Да, всё-таки у тебя немецкий был, а не английский. Ангешлягинг. Майнер майнут нах, из-за света хойта шон. Ицкатце. Хунде. Фейплот. И тут Лёша понесло. Да, мы с тобой, кстати, жёстко попутали в предыдущем ролике по поводу двух фильмов. Я-то перепутал, на самом деле, а ты поддержал меня. По поводу актёра. Мы с тобой сказали, что играет один и тот же актёр. А, ты Тим Рота спутал с Кристос Кремлевальцем. А ты поддержал. Так я, потому что не особо любитель этого фильма. Да нет, я сейчас должен сказать, что я не особо тебя слушаю. Это было бы хотя бы честно. Во-первых, я дал тебя себе потопить. Чтобы потом понаблюдать. Нет, если говорить серьёзно, я, правда, перепутал. Но он, кстати, за эту роль в «Ублюдках» получил какие-то неимоверные Оскары. Херо-Оскары и тому подобное. Вальс? Нет. Рот. Рот, да? Тим Рот. Тим Рот, да. Наташа мне сказала, что он очень одинаковый во всех фильмах. А мне он очень нравится. И Тим Рот, и Кристоф Вальц. Короче, ещё раз. Я нюхаю вискарь, пью вискарь на послевкусие. Это вискарь. Чуть-чуть почему-то кисловатым послевкусием. А мне кислинка очень сильная здесь кажется. То есть, если Денису немножко, мне прям очень множко. Вискарём здесь нет. Я пробовал пиво, которое выдержано, например, в бочках из-под талискера. Как-то где-то что-то мы пробовали. Так вот, это вкус другой. И, кстати, надо заметить, что скоро придёт время делать вкусовщину. Потому что вискарные компании подтягиваются и начинают делать виски, которые настаиваются в бочках из-под ипы, апы и тому подобное. То есть, донашивают дважды ношеные бочки. Вначале из-под винного производства доносили, как за старшим братом, пивники. А потом, как, знаешь, совсем младший брат потянулся виска. Да, да, да. Давайте ещё раз. Ладно уж, обносим это уже до конца. Это как носишь трусы и отдаёшь их брату. Так, а это можно вообще зациклить это всё. Но тебе не интересно? Кстати, идея. Какая? Бизнес? Бизнес, да. Скупаешь бочки. Ребят, бизнес-секретики с Денисом. Скупаешь бочки. Заключаешь договора с винными компаниями, пивными, вискарными, ромовыми и текила. Ага. И бочку по кругу начинаешь циклично вот так вот пускать. Ага. Бочка твоя, а ты её как бы в лизинг сдаёшь. Не, не в лизинг, а в аренду сдаёшь. А вот такой замут. Да, то есть хотите вино выдержать в бочке после текила, обращаетесь. Я боюсь, что... Выдёргиваем партию бочек из Мексики, поставляем в Бургундию. Они там всё делают. После этого звонит какая-нибудь лаборатория Бакунина. Нам нужны бочки из-под бургундского вина. А ты такой, окей. А хотите бочки из-под бургундского вина, но раньше там ещё и текила была. Тебя такие, ё-моё. Да это же пиздец какой-то. Да нет, на самом деле, Динь, если серьёзно, ты слышал про вискари, которые настаиваются в бочках из-под АП и АП и тому подобное? Да, конечно. Я мало того, я тебе скажу, что я посмотрю, сколько это стоит. Стоит 7000 бутылка 07 делает Джеймисон. Джеймисон и ещё пару представителей, но что-то очень дороговато и найти слово. В Питере вообще нет, через Москву только заказывать. Я даже не знаю, через Москву пошлют или нет. Кстати, вот эта вот штука, которая в бочке выдержанная. Да. Опять же, в одном из этих интервью, там была экскурсия так называемая по заводу, и там я увидел бочки, на которых было написано, по-моему, Wild Turkey. Это хорошие виски? Это охеренный бурбон. Один из моих самых любимых бурбонов. Ну, вот в 2014 году вот эти ребята вот из-под них использовали бочки. Ну, это круто. Wild Turkey это один из лучших бурбонов, моих, вообще, моих любимых бурбонов, скажем так. Я думаю, сейчас эти бочки какой-нибудь Роман Еха донашивает. Ну, да. Слушай, давай, ладно, давай по сегодня... Ты знаешь, ребята, теперь уже можно немножко спаленуть. Первый выпуск у нас был более бомбезный, во-первых. Итак, давайте пройдемся по тому, что было тогда. Был у нас... Вот, мы и шли с этого конца с тобой. Первый у нас шел Fair and Fit. Ну, это вот он. Fair and Fit. Он нам зашел на ура. Мы еще с тобой говорили, если я не ошибаюсь, о том, что... И даже сейчас восстановим, да, что о том, что у меня есть дома коллекция вискаря. Кстати, у меня и я коллекционирую тоже виски, если что. Вот, и я говорил о том... Родой, извини. Я говорил о том, что когда я буду сидеть дома, приглашать друзей к себе, у меня не будет жмотства какого-то. Я не буду, типа, а у меня коллекция есть, но я не открою. И я говорил о том, что, Денис, не обижайся, это не... Он нам шестой год дом-то открыть не может. Какая там коллекция? Вот, и речь шла о том, что когда ты собираешься с друзьями, вот это даже как вискарь потянет. Да, по чуть-чуть, понемножко, некого аперитива. Следующее, что у нас шло, это коллаборация с HairDog. Она нам не сказать, что прям сильно зашла. Оно было ровно, потому что два первых, помнишь, были неплохие. Она, кстати, была. Вот лично для меня я сейчас начинаю вспоминать. Но опять же, это все вот дефект восприятия, скорее всего, связанное с количеством прошедшего времени. Но для меня, вот я сейчас пью, вот я взял снова в руки вот терпение и труд. И вот уровень восприятия, как пива именно, вот был примерно такой же. Ну, может, да, 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 да. Что-то такое. Но оно не оставило такой отпечаток, что ты такой... То есть, если вот я пойду и увижу демолин, я сто процентов куплю вот это. Яблочное. Это шикарно. И fair and fit. Это правда хорошо. Это действительно запоминающее. За это ты хотя бы выпьешь и не скажешь, за что я заплатил такие деньги. Не стыдное пиво. Не стыдное пиво. Абсолютно с тобой согласен. Дальше он нашел Curling & Aken. Ну, какое название такое пиво? Короче, это было ужасно невкусно. Мы, опять же, так поняли для себя, что оно было чересчур спиртуозным. И при этом оно было с каким-то осадком неприятным. По-моему, то ли с послевкусием. Блин, ребята, я хотел сохранить, но, к сожалению, не сохранил я себе фото. Самое главное, мы же еще такие любители Антапта. Мы взяли и все зачекинили. Конечно, никто это не сделал. Слава богу. Нет, это зря, что мы не зачекинили. Могли бы нормально не обломаться. Смысл того, что на самом деле все, опять же, более-менее так же сошлось, только немножко в большую сторону. Могу от себя сказать, если заключение делать по данной пивоварне, нужно все пробовать. Потому что все делается под каждый вкус. Кому-то, может быть, попробовав вот это, да, уровень... Ребята, очень важно понимать, какой уровень алкоголизма у вас пивного. То есть, если вы уже перепробовали достаточно много всего, то, может быть, это вас не удивит. А если вы только входите в это... Давай называть это вовлечением в индустрию. Вовлечением в индустрию, согласен. Вот тогда, вот тут уже можно разбираться. Может быть, вам все понравится. Я могу от себя выделить только... Сейчас скажу, что я могу выделить. Короче, если коротко и подытоживая... Как хэштег еще раз называется, не помните? А кто... А кто... А кто попер. Короче, по поводу хэштега 3000. Не мое, пить больше не буду. Мне показалось очень сильно кислое пиво. Я кисляки люблю, но я думаю, что это не должно быть вот в таком формате. Я не понимаю... Я, может быть, не дорос. Оно перенасыщено деревом, торфом и вот этими землистыми оттенками. Очень, очень... Ну, как ты говоришь, тоннами. И для меня это очень тяжелое. Они чересчур вискарные. Ну, это пиво все-таки. Может быть, не доросли, опять же. А что касается Джуси Луси, это у нас идет, если я не ошибаюсь, с яблоком. Это хорошо, это действительно отлично. Но вы должны понимать все одно. Если вам попадется нормальная бутылка. Вот тут такая тема, что у нас первая версия была... Вот мы просто сказали нет, потому что это было невкусно. Ребята, правда, это было дефектное пиво. Мы об этом говорили. Здесь это очень хорошо, очень... Я, в принципе, взял второй раз только для того, чтобы мы об этом поговорили. В целом, отлично, молодцы. Тут такая, знаешь, 50-50. Непонятненькая. Да. Дальше Fair and Fit. Да, вот это, пожалуй, самое лучшее, самое, вернее, вкусное, что сегодня было здесь. Лично для меня... И оно, кстати, одно из самых недорогих... Так же, как и в прошлый раз. Потому что... А потому что... Потому что оно именно насы... Можно вывезти Лешу из Пушкина, но Пушкина из Леши не вывезти никогда. Потому что здесь ожидание реальности, я имею в виду запах и вкус, оно соотносится. То есть это действительно мощный, хороший букет в аромате, блин, я не то говорю, аромат. И при этом наполнение шикарное. Вот это хочется, правильно Денис сказал, что попить одному, покайфовать, вот вообще влегку. Особенно если у вас камин. Я знаю, вы любите каминную романтику, да? Да горите в аду. Горите в своем камине, да? Я не знаю, я камин просто в принципиальности не делал, потому что я не вижу в этом романтике. Сгорит все нахер и все. А ты самая солидаренность... А ты точно представляешь, что такое камин? Ну да. Это не костер на полу, это как бы... Не, не, я знаю, но я не понимаю, но не вижу я прикола этого. Я на мониторе себя включу и хорошо будет. 4К, 8К. Ладно, я, может, ребят, правда не понимаю этот прикол. Мне больше нравится сидеть у вас во дворе, вот такой огонь, когда он объемный 3D, а когда он в стенке, ну, типа, наверное, круто. Ты точно понимаешь, что такое камин? Камин встраивается, ты видишь только одну сторону огня. Ну так он же широкий, можно сделать вот такой камин. Нет, смотрите, я вижу как камин, как в окошке я вижу, правильно его? Нет. Это что за, это что за новые камины, которые в 3D, блядь, делаются? Открытые камины, Лёв. Что это такое? Открытые камины. Ну, можно вообще открытые сделать, таких проектов полно. Ну, я не знаю. А сейчас вообще еще их биокамины подают. Биокамины, обалденно. Ну ладно, мы об этом поговорим попозже. Терпение и труд. Вполне себе на уровне. Если купить, не обломайтесь, но скорее всего, вероятность того, что вы купите это второй раз, будет стремиться к нулю. На мой взгляд. Через чур много хмеля, лично для меня, все, что могу сказать. А так, вполне себе очень хорошо. Ну, я хмеля, опять же, повторю, здесь такое количество не увидел. И последнее, а может, оно уже и первое, а сейчас хочется его перепробовать. Уже с пониманием того, что мы немножко захмелели с тобой. Я-то точно. Блин, ну оно вообще пустое теперь. Вот реально пустое. После вот этого всего. Нет, оно не пустое, оно вот такое же, на самом деле. Я думаю, что сейчас что-то будет. Нет, оно, да-да-да, ну потому что плотно, это очень плотно было. Здесь, знаешь, царап. День, День, просто я к слову о том, что квак, ну я сейчас, конечно, может быть не те вещи сравню, но квак, если взять свеженький, хотя нет, с кваком это тоже сравнивать нельзя, потому что здесь американские сорта хмеля, это бред полный. Нет, это нормально, но я бы вот за это просто деньги не отдал, вот и все. Это какой-то хитро крученный вермонт, какой-то очень странный. Ну, вермонт вряд ли. Очень алкогольный, хитро выкрученный вермонт. Как ты хитро выкручиваешь слово хитро выебанный. Хотел заметить. Ребят, давайте немножко по поводу Демолина. Естественно, многие будут писать, ребята, вы не взяли то, ребята, вы взяли не это. Давайте сделаем так. Когда у этого ролика наберется, там, давайте, больше трех с половиной тысяч лайков, мы смотрим по комментариям тех любителей и ценителей данного пива, которые действительно распробуют для себя что-то. Пишите, чего здесь не было. Для следующего обзора мы берем пять пивасов. А, кстати, знаешь, что я еще вспомнил? Перебью пока эту паузу вот сделаю. Да, я паузу сделал-ка на секунду. А у них на всех видеороликах, где... В голландских, опять же? Да, в голландских видеороликах. Слушай, ты очень сильно ушел в голландскую индустрию, брат. Ютьюба. Ютьюба. В рэп Ютьюба. У них стоят ферментеры. Вот эти вот большие чаны, где доходит, скажем так, бродит пиво. И на каждом из этих ферментеров наклеена распечатка формата А4 в целлофановом пакетике, ну, файлики. Кстати, знаешь, как файлики где-то в Сибири, где-то вот далеко у нас в стране называют, они по счету называются там пассифлора как-то вот так вот, или пассифора. То если у нас вообщеупотребительная файлика... Пассифора есть такой магазин, по-моему. Вот у нас вообщеупотребительно назвать это файликом, то вот там вот по другую сторону уральских гор их называют как-то странным словом, то ли пассифора, то ли пассифора, как-то вот так вот. Но это не суть. Короче, упакованы распечатки А4, а на них распечатаны фотографии персонажей из «Звездных войн». Джаббахата, Чубакки. А, на пиалорне? Именно на каждом ферментюре своя фотография. И судя по разным датировкам этих роликов... А что в этом такого-то не нашел? А я не понимаю, зачем это. И у них эта традиция была всегда. То есть сначала пивоварня. Если бы там пони были наклеены, вы что-то изменилось или нет? Сейчас, подожди, я поясню Лене, что она пьет. А что? Лена, это зеленый чай, который заварен на... На гашише. На минералке. Поэтому все нормально. Так вот, я просто себе так делаю. А что еще раз там? У меня зеленый чай, который заварен на минералке. На минеральной воде. Да что ты, блядь, такое несешь? А что, нельзя? Да нет, это очень оригинально. Мне нравится. Да не нормально. Он Лена уже из палки начала есть. А что такое? А если там пони, там, не знаю, что-то еще... Спачбоба был нарисован, что в этом что-то такое? Это... Не, а почему «Звездные войны»? Может быть, им нравится этот фильм? Я просто не смотрел «Звездные войны». Ты смотрел «Звездные войны»? Я не смотрю, честно. Динь, ну я обещаю, посмотрю, правда. Я уже другу обещаю посмотреть. Говорит, мне надо с тобой пообщаться по поводу Чубаки. Я такой, какой нахер Чубаки? Какие вообще... Не, странно вообще. Зачем ему надо с тобой по поводу Чубаки пообщаться? Есть фильмы, которые, друзья, очень сильно просят меня посмотреть, чтобы обсудить. Меня просто очень любят обсуждать фильмы. Что? Кикаю. Все, мы закончили. Как тебе сегодняшний обзор? Очень хорошо. Я считаю, что тоже хорошо. Ребята... Он какой-то позитивный. А? Какой-то он позитивный. Ну, он позитивный-негативный, с другой стороны. Давай, ребята, он чем-то отличается от того, что вы ребята не увидели, правда? Ну да, отличается. Ну, по крайней мере, хотя бы двумя сортами пива, которая там отказалась явно плохим. Но мы об этом сказали вам, чтобы просто вы понимали, как это все происходит. Ладно, чтобы получить свою дозу негативной эмоции, мы, я думаю, в ближайшее время возьмем, наконец, магазин пивков. Так как над тем роликом уже появилось нужное количество лайков. Да, да. Пивко, пивко. Или пивко, да. И попробуем оттоптаться на этой территории. Но, но я скажу так, что в ближайшем будущем я взял на себя такую ответственность. Взял еще хорошего крафтового пива. Называется пивоварня Брюски. Мне оно очень понравилось. Они делают различные IP. Больше, конечно, они по фруктовым. Я очень хочу показать Денису. Дени еще не пробовал. Я распробовал там почти все. Хочу в закрытую. Без... Денис будет говорить первой мене. Собственно, как он всегда, я буду поддакивать. Вот. Сделаем этот обзор. Это из такого хорошего. Ребята, мы будем немножко фильтровать. Ну, надо разносить вот ролики вот эти. Но мы очень сильно... Понятно, что многие напишут, что, ребят, ну нахера вы это делаете? Ну, я приду в пятерочку, приду в перекресток. Я не найду этого пива. Все понятно. Но вы должны понимать, что нам-то хочется открывать для себя что-то тоже интересное. И мы этот контент отчасти делаем и для себя, и для вас. Поймите нас правильно. Нам хочется находить хорошее пиво. Сегодня вот мы обнаружили, что Демолин, который стоит, ну, действительно, недешево... Кстати, Демолин. Крафт-крафт им от 35% акций у Демолина принадлежит компании Бавария. У меня вообще есть такое мнение. Я, конечно, ничего не хочу. Мне кажется, что скоро все будет подлежать в Балтике. В смысле, Ханникину. Ну, мне кажется, что скоро они врубятся, что надо скупать активы всяких заговоров, АФ и тому подобное. Хотя, надеюсь, что они не пойдут на это все и будут оставаться... Глядя на новые, точнее, не новые, а кое-какие крафтовые пивоварни России, мне кажется, что этот процесс уже идет. Ну, спалерить ничего не будем, говорить ничего не будем. Ребята, с вами был, как всегда, нифига не подстриженный... Что? Немножко даже не свежепобритый дядь Денис. Да у тебя шерсть тоже на шее не стриженная. Да, я все, я пойду скоро стрижусь, я уже оброс, как скотина. Короче, такая же скотина Алексей. И теория большого пива. Ребята, спасибо огромное за поддержку, всем пока. Счастливо.